28 октября 2016 года в городском округе Домодедово состоялся 4-й межрегиональный слёт талалихинцев, посвященный сразу двум юбилейным датам – 75-летию битвы под Москвой и 75-летию подвига Героя Советского Союза, лётчика Виктора Талалихина, совершившего над Домодедовской землёй ночной воздушный таран немецкого бомбардировщика Хенкель-111. Нас всех собрал под одной крышей один удивительный человек – Виктор Талалихин. Его личность, короткая судьба, но яркая жизнь, вот уже десятки лет вдохновляет нас на активные и полезные дела. Виктор Талалихин Четвёртый межрегиональный слёт талалихинцев, проводимый в рамках мероприятия года 70-летия победы битвы под Москвой, 70-летие подвига Виктора Талалихина, объявляется открытым. Здесь, в селе Красный Путь, где проходит слёт, мы уже второй раз. В июне 2015 года состоялся автопробег «Наследники Победы» с целью установить памятный знак на месте падения самолёта, которым Виктор Талалихин совершил таран врага. Сегодня, как и в прошлый раз, мы приехали вместе с представителями Московской школы номер 2053, руководителем поискового отряда «Эхо войны» Земсковым Алексеем Николаевичем и двумя школьниками-поисковиками, активистами Школьного музея Героя нашего времени Дмитрием Васькиным и Андреем Быковым. На слёте школа представила видеоролик с песней «Мальчишка из города Вольска» в исполнении автора Михаила Михайлова. Дорогие друзья, буду краток. Наша Московская школа 2053 находится в современном районе Некрасовка. Ей всего 4 года. Но за это время у нас создался поисковый отряд «Эхо войны». Каждый год мы ездим на автопамяти. Нет с нами сегодня другого нашего творческого соратника, не побоюсь этого слова, руководителя нашего школьного музея Михаила Михайлова. Он позавчера поломал ногу. Но его песня «Мальчишка из города Вольска» стала своеобразным гимном нашего слёда. Поэтому ваше внимание она и представляется. Мальчишке из города Вольска Хотелось в небесное войско Мечталось мальчишке о крыльях Чтоб в небе просторном летать Он рос беспокойным соседом Как все мальчиши непоседы И только одно отличало Умел наш мальчишка мечтать Он рос беспокойным соседом Как все мальчиши непоседы И только одно отличало Умел наш мальчишка мечтать А с небом он сразу по-свойски Мальчишка из города Вольска На планере, на самолете Он в небо душою врастал И цокали летчики звонка На ты с небесами мальчонка Но время пришло грозовое И он истребителем стал Но цокали летчики звонка На ты с небесами мальчонка Но время пришло грозовое И он истребителем стал За небо родное геройски Сражался парнишка из Вольска Он сделался в небе московска Героем на все времена Но дрался он не за награды Таранил фашистского гада Парнишка из города Вольска Гордилась большая страна Но дрался он не за награды Но дрался он не за награды Таранил фашистского гада Парнишка из города Вольска Гордилась большая страна В боях в огневой круговерке Он бился как будто бессмерти Однажды схватился с троими Чтоб друга прикрыть свой лук И очередь пропуском в небы И вроде бессмертным он не был Но был он любимчиком неба И небо забрало его Мальчишке из города Вольска Хотелось бы небесное войско И он в это войско зачислен На вечном, на зло времена Как дома теперь во вселенной Летает душою нетленной А небо и солнце и звезды Оставил на память всем нам Как дома теперь во вселенной Летает душою нетленной А небо и солнце и звезды Оставил на память всем нам И, конечно же, были представители Московского образовательного колледжа имени Виктора Тололихина. Каждый из коллективов выступил на сцене со своей программой или музыкальным номером. Инициаторы и организаторы проведения регионального взлета имени Виктора Тололихина. Государственное автономное профессионально-образовательное учреждение города Москвы. Московский образовательный комплекс имени Виктора Тололихина. Встречаем агент-бригаду «Кололихинец» с композицией «Наши герои». Даня, о чем ты? Даня настоящий супергерой. Ты не понимаешь, как это круто. Вот смотри, живая молния получил сверхчеловеческие силы, впитав энергию из экспериментального оружия молния. Он способен преобразовать свое тело в плазму и производить удары. Сейчас мы расскажем тебе о настоящих героях. Ребята, идите сюда. Про кого ты там говорил? Про героев? Вот тебе настоящий герой. Николай Владимирович Сиротинин, старший сержант артиллерии, во время Великой Отечественной войны прикрывая отступление своего полка, в одиночку уничтожил 11 танков, 7 бронемашин и 57 солдатов и офицеров противника. А «Сокольный глаз» — стрелок. Использует разные виды луков, арбалеты и стрелы с различными эффектами. Способен поразить даже малоразмерные цели на дальних расстояниях. Он практически безошибочно поражает любую мишень благодаря «Соколиному глазу». Да как ты можешь сравнивать «Соколиный глаз» с Людмилой Михайловой Павличенко? Это же самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, имевшая на существо 309 смертельных попаданий в солдат и офицеров противника. А знаешь, с каким оружием она воевала? А железный человек способен преобразовать свое тело в железо. И в этой форме он обладает сверхчеловеческой стойкостью ко всем повреждениям и чрезвычайной силой. Послушая настоящим железным человеком, Майсурацей Георгий Владимирович, в бою под Гомеле 10 октября 1943 года участвовал в блокировке огневой точки противника. В критическую минуту боя собственным телом заглушил пулеметный огонь. Был тяжело ранен, но в итоге остался жив. А Бэтмен борется преступностью со своими силами. Сам скрустировал Бэтмобиль, совершается владеть многими боевыми искусствами. Бэтмен? Хорошо. Сейчас мы тебе расскажем про настоящего Бэтмена. Мария Васильевна Октябрьская боролась с фашистами. Своими силами и на свои средства построила танк Т-34. Дала ему название «Боевая подруга» и стала его механиком-водителем. В совершенстве владеет пулеметом. Герой Советского Союза. Орден Ленина. Орден Отечественной войны первой степени. А Супермен, он умеет летать. Обладатель суперсилы и ледяного дыхания. Но у него есть главный враг, это Лексий Лютер. Ты знаешь, кто такой Супермен? Виктор Васильевич Стололихин. Военный летчик, младший лейтенант, одержавший шесть воздушных побед в воздушных боях. Первым применивший ночной таранк. Герой Советского Союза. Обладатель суперволи, суперсмелости. Главный враг — фашисты. Уважаемые взрослые, студенты и школьники, никогда не путайте настоящих героев с вымышленными супергероями. Не подменяйте реальность. У героев Великой Отечественной войны враг был только один — фашизм. У современных людей, особенно молодежи, врагов побольше. Нас тревожат признаки американизации России через кино. Телевидение, интернет, а также фастфуды, кока-колу, как символы зокеанского вкуса. Бьют, прежде всего, по нашей сильной стороне — духовности. Мы должны противостоять западному стилю жизни, следовать своим духовным ценностям и сохранять свою уникальную культуру, в том числе и культуру общения. Мы не должны мириться с негативными проявлениями в молодежной среде и занимать буждательную позицию. Наше будущее в наших руках. Только вместе мы — сила, сила молодости, любви и добра. Мы не только помним самого знаменитого фасмяка нашего комплекса, мы посвящаем ему наши патриотические дела и акции, дела талалихицев и таким действенным способом продлеваем ему жизнь. Любите жизнь так, как любил ее Виктор Талалихин. Цените каждое ее мгновение и старайтесь думать, действовать, чувствовать по-талалихински! Приехала на слет и племянница легендарного летчика-героя Наталья Александровна Талалихина, принявшая участие в награждении победителей третьего межрегионального конкурса. Это гордое звание талалихинцы. Призерами в различных номинациях стали учащиеся и нашей школы номер 2053, в их числе Дмитрий Васькин и Андрей Быков. Екатерина Жочкина заняла первое место. Сегодня на четвертом межрегиональном слете талалихинцев присутствует почетный гость, племянница Виктора Васильевича Талалихина, герой Советского Союза Наталья Александровна Талалихина. Наталья Александровна, скажите, пожалуйста, ваше впечатление о сегодняшнем мероприятии? Ну, что я могу сказать? Восхищена, как всегда, предыдущими тремя слетами и этим слетом. Я просто благодарна за все тем, кто готовит вот это, кто вкладывает свою душу и за память о моем деде. Наталья Александровна, а вот я хотел бы сказать, что наши дети, которые посещают уроки мужества в школьном музее нашей школы 2053 и видят экспонаты, их трогают руками, в том числе останки самолета талалихина, они выходят с этого урока и начинают играть в талалихина. Да? Да. Как вы к этому относитесь? Они не в покемонов играют, они в талалихина играют. Я считаю, что так и должно быть. Они должны воспитываться на своих героях, а не на... Придуманных и нарисованных. Нарисованных, правильно. Спасибо вам большое. Представитель поискового отряда «Обелиск» Михаил Поляков, с чьей помощью были обнаружены, подняты и идентифицированы останки самолета Виктора Талалихина после совершения им воздушного тарана, рассказал об итогах своей работы и поделился планами на будущее. Сегодня, 28 октября 2016 года, на Домодедовской земле проходит четвертый межрегиональный слет талалихинцев. И возможность слета используется для того, чтобы пообщаться с интересными людьми, поисковиками, в том числе с Михаилом Поляковым, руководителем поискового отряда «Обелиск» Москва. Михаил, расскажите, пожалуйста, о том, что же было сделано, что было интересного в вахте памяти 2016 года и какие планы на вахту памяти 2017 года. Ну, если брать в расчет, сколько нами было найдено бойцов и сколько установлено имен, ну, есть такие вот скупые цифры. Ну, конечно, за каждым таким числом стоит вот именно судьба солдата. Вообще, нами за 2006 год было найдено 65 бойцов, найдено 8 медальонов, но это еще не все. Среди этих бойцов нам удалось выяснить и найти медсанбат, 292-й медсанбат, относящийся к 17-й стрелковой дивизии. И, работая по архивным документам, касающимся этого медсанбата, нами были установлены 58 фамилий. И так получилось, что из тех найденных 65 солдат нами установлено всего 61 фамилия. Ну, работать по медсанбату было интересно и в то же время тяжело, потому что нужно было перебрать гору архивного материала. И, в общем-то, так получилось, что медсанбат принимал там раненых бойцов в августе 42-го года, и многие бойцы умирали в этом медсанбате от ран. Ну, естественно, их недалеко хоронили. И согласно схем этого медсанбата и согласно тех списков, которые предлагались к этим схемам, ну, вот удалось выяснить такое большое количество солдат, и сейчас в настоящее время ведется поиск их родственников, чтобы родственники успели приехать к захоронению. А так, работы шли традиционно в Темкинском районе. Поисковый отряд «Обелиск» работал как и самостоятельно, так и с привлечением других отрядов. В частности, вот с нами весной отработал поисковый отряд «Эхо войны». Спасибо. Я хотел вас спросить, у вас есть интересная информация, которая касается непосредственно темы Талалихинцев. И она касается брата Виктора Талалихина, его старшего брата, ну, не самого старшего, а брата Николая. Вот расскажите, что известно вам? Ну, в этом году мне удалось побывать на авиасеминаре, который проводился в городе Владимир. Туда приезжали специалисты авиапоиска со всей России, которые работают в различных регионах. У них есть свои находки, есть свои наработки. И вот там мы узнали, что в Мурманской области, в районе Заозерска, были найдены обломки самолета. Обломки самолета-амфибии ГСТ. То есть этот самолет, он выпускался в годы войны, еще до войны, по лицензии Соединенных Штатов Америки. Самолет-летающая лодка. На Северном флоте эти самолеты входили в состав 118-го авиационного авиаполка, в котором служил как раз брат родной Виктора Тололихина Николай. И Николай 11 июля 1941 года не вернулся с боевого задания. Как написано в архивных документах, его самолет был сбит в воздушном бою. Кроме Николая в составе экипажа находились еще 4 человека. Ну вот, обломки самолета в настоящее время найдены, место зафиксировано. И предстоит очень такая сложная и архивная работа, и работа, видимо, на местности. Я хочу здесь на слете эту тему озвучить, ну, чтобы мы как-то дальше приняли какое-то решение по этому поводу. То есть есть вероятность, что этот самолет, разбившийся как раз, самолет Николая Тололихина. А какими, может быть, фактами или документами, может быть, это подтверждено? Ну, есть архивные документы, что состав, значит, экипажа, то есть два человека, это пилот и штурман погибли, а бортовой механик, стрелок-радист и второй летчик попали в плен. Это, кстати, подтверждается и карточками военнопленных, взятыми из архива. То есть здесь вот в этой карточке как раз вот эти три человека, они обозначены, что они содержались в немецком плену. Ну и, в общем-то, найдены обломки самолета и среди них вот есть останки. Это очень интересная информация, потому что по старым сведениям была информация простая, что в воздушном бою и упал он в Баренцево море. А на самом деле получается другая ситуация. Он погиб и упал на землю. Причем, насколько я понял, некоторые из его экипажа он дал команду прыгнуть с парашютами, да, а сам остался, сам остался и погиб. Да, самолет найден именно на суше, в районе высоты черная. Вот. И поэтому вот останки вот останки самолета, вот фрагменты, они идут вот именно по склону. И что интересно, что характерно, что самолет упал на территории, занятым противником. То есть там немецкие позиции встречаются, но туда уже нужно на место ехать и разбираться, потому что поработать по этому делу более тщательно. Очень интересная тема, очень интересная. Спасибо за внимание. После обеда состоялся обмен мнениями и предложениями руководителей, делегаций и гостей. Затем было принято решение слета. Итак, внимание, решение, проект решения четвертого межрегионального слета Тололихельцев. Первое. Продолжить поисковую работу о героях-летчиках 177-го ябра для электронной базы данных сайта на Тололихельце. Второе. Активизировать работу отряда тимуровцев для оказания пассивной помощи ветеранов войны и труда. Продолжить работу по вековечению памяти героев Великой Отечественной войны в своих регионах установку мемориальных досок, памятных досок, знаков и так далее. Следующее. Активнее вовлекать в ряды нашего патриотического движения мы-то Лолихельце, взрослых ребят своего региона посредством проведения патриотических акций, конференций, взлетов, конкурсов из Спартакиана. Кстати, сегодня, вот я точно знаю, Ладаяное поле, в состав делегации Ладаяного поля входили не только вот эти красивые симпатичные ребята, что были на сцене, но и родители, а это уже говорит о многом. Поэтому добро пожаловать в наше патриотическое объединение. Мы сегодня находимся в стенах Домодедовского образовательного учреждения на четвертом межрегиональном слете Талалихинцев. К нам приехали многие гости из разных регионов страны. Вот в данный момент передо мной жители и обучающиеся гимназии номер один, которая носит имя Талалихина из города Вольска. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам сегодня пожаловали, с какими впечатлениями вы от нас уезжаете. Вы знаете, мы вообще четвертый год подряд приезжаем на этот слет, но хочется сказать, что в этом году мы как всегда собрали всех, практически половина кубков, которые участвовали в конкурсах дети наши повезем. То есть мы приехали за победой и мы увезли победу, выступали на слете. Ну, что еще, ребята? Я впервые приехала на слет, у меня эмоции через край, много всего хорошего. Встретились с родственниками Виктора Васильевича Талалихина, они нам рассказали, безумно приятно было с ними общаться. Я второй раз на слете, и этот слет меня покорил. Эмоций очень много и разных, конечно, приятных, очень веселых, и очень приятно, что люди не забывают подвиги героев. Я тоже первый раз на слете, мне очень понравилось, очень интересно, много нового узнал. Спасибо. С вами были Алексей Земсков. Гимназия города Вольска. Кучер Валерия. Васькин Дмитрий. Водокима Людмила Викторовна. Шедловская Валерия. Беков Андрей. Захар Саранцев. Все. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok